Один из самых узнаваемых лесных обитателей, который, несмотря на миловидную внешность, является грозным охотником, способным расправиться с широким списком соседей, и даже ядовитые змеи могут пожалеть, что встали у него на пути. Привет, друзья! Вы на канале Время с Пользой, и сегодня мы познакомимся с ловким, быстрым и невероятно колючим обыкновенным ежом. В связи с последними событиями рекомендую подписаться на канал в Яндекс.Дзене, ссылка будет в описании. Обыкновенный или европейский еж – типичный житель открытых лесов, опушек и полян, который часто не стесняется селиться рядом с человеком. Его ареал обитания простирается от Британских островов и Пиренейского полуострова до северо-запада России. Длина тела зверька не превышает 30 сантиметров, а средняя масса не дотягивает и до 1 килограмма. Несмотря на кажущуюся медлительность, это довольно активный хищник. На своих коротких, не превышающих 10 сантиметров ногах, он может проходить более 4 километров в сутки и даже преодолевать водное препятствие. Ведя одиночный образ жизни, чаще всего зверек выходит на промысел ночью. Как следствие, зрение ежа – лишь второстепенный помощник. На охоте он в первую очередь полагается на тонкий слух и развитое обоняние. Чуя съестное с расстояния нескольких метров, он быстро находит многочисленных насекомых, которые и составляют основу рациона. 36 мелких, но острых как иглы зубов, с легкостью перемалывают всевозможных жуков, червей, гусениц, слизней и улиток. В голодные времена еж не отказывается и от падали, изредка ловит грызунов, а иногда может разорить и птичье гнездо, чтобы полакомиться яйцами или даже птенцами. В целом, позвоночные нечасто попадают на стол к ежу. Среди последних жертвами обычно становятся оцепеневшие амфибии и рептилии. Однако время от времени хищнику приходится сталкиваться с довольно крупными соседями, и обитающая рядом обыкновенная гадюка – далеко не самый безобидный из них. Хотя обладающая смертоносным ядом рептилия не учитывает боевого настроя соперника. Ежи обладают значительной сопротивляемостью к ядам, но их основной защитой является естественная колючая броня, которую они невероятно ловко подставляют аккурат под ядовитые зубы змеи. При этом маленький охотник успевает оценить гадюку и тщательно спланировать нападение. Когда выпады становятся менее частыми, еж наносит ответный удар. Своими острыми зубами он вгрызается в позвоночник змеи, при этом не теряя бдительность, ведь укус в мягкие ткани все равно опасен для жизни. В итоге даже крупной змее не удается пережить натиск охотника, и как только она перестает сопротивляться, еж незамедлительно переходит к трапезе. Повышенный иммунитет к токсинам сформировал у ежей довольно странное пристрастие. Как только их обоняние улавливает незнакомые резкие ароматы, хищники стремятся не только попробовать опасный раствор, но и всеми силами стараются разнести его по своим многочисленным колючкам. Предположительно, таким радикальным способом зверьки пытаются избавиться от надоедливых клещей. Вторая версия гласит, что это дополнительная защита от хищников. В любом случае, столь странное поведение до сих пор вызывает немало вопросов. В последние недели, пока еще теплой осени, ежи усиленно заняты поиском еды. За короткий срок им жизненно важно накопить как можно больше жира. В рационе ежа, особенно в это время, присутствует и растительная пища, но ее доля на фоне хищного промысла довольно мала. Однако прогулки поздней осенью опасны. Если температура воздуха падает ниже 6 градусов Цельсия, жизненные процессы в организме ежа замедляются, активность падает, и если воздух уже не прогреется выше этого значения, он может просто замерзнуть заживо. Поэтому, когда средняя температура опускается ниже 10-12 градусов, большинство колючих странников начинают активно искать место для спячки. Обладая внушительными когтями, в поисках пищи еж вполне способен сделать подкоп. Но для зимнего сна он предпочитает готовое убежище. Зверек тщательно маскирует и утепляет вход листвой и почвой, чтобы внутри даже в лютые морозы температура не опускалась ниже нуля. Во время спячки пульс ежа замедляется до 20 ударов в минуту вместо привычных 170. Для него это единственный шанс пережить почти полгода без пищи, когда накопленный жир будет медленно сжигаться для поддержания жизненных процессов и температуры тела. Наконец, в апреле еж покидает укрытие. Потерявший почти половину своего веса, он начинает активно питаться, в том числе и в светлое время суток. Брачный сезон знаменуется шумным выяснением отношений между самцами, после чего победитель может часами добиваться расположения самки. Спустя полтора месяца в норе появляется в среднем четверо малышей, которые уже с рождения покрыты мелкими колючками. Через две недели они облачаются в полноценную броню. Еще через неделю имеют полный набор молочных зубов, а уже через месяц после рождения ежата учатся самостоятельно добывать пищу, ведь уже через несколько дней мать покинет их, и каждый отправится на поиски собственной территории. Тело взрослого зверька покрывает около пяти тысяч колючек, что дополняется знаменитой способностью мгновенно сворачиваться в клубок, поэтому большинство хищников после серии неудачных попыток предпочитают искать более доступную добычу. Хотя такие гиганты как филины и беркуты приспособились к охоте даже на столь защищенную мишень. При этом куда больше ежей гибнет под колесами автомобилей. В естественных условиях ежи не часто доживают даже до 5-летнего возраста, в неволе же зверек может прожить до 10 лет. В целом, несмотря на высокую смертность от голода, популяция ежей стабильна в большинстве мест обитания, поэтому сегодня столь необычным и забавным животным ничего не угрожает. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!